МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потребна допомога, обвешенный сбор сродков для лечения и реабилитации маленького Никиты Гончарова. А зараз об этом и иншим больше потребностям. Сегодня в Мазире прошел рашистый сход, присвященный Дню работников культуры. А значит, профессийные святы в столице Гомельского полеса приехали около 400 представников Галины из всех районов в области. Рашистость наведали и наши корреспонденты. После семи годового капитального ремонта Мазирский драматический театр имя Ивана Мележа снова начал примать глядашоу и гостей. Миновата так можно назвать уделников областного свята работников культуры. Этот год был для них непростым и часто непредказальным. Пандемия коронавируса унесла коррективы в работу у всех установ Галины. От музычных школ, где наученцы стали радейно ведывать занятки, до театров, яким пришлось отмовиться от гастролев артистов з інших краин. А про шатаго коррективы унесли и у репертуарные планы. Если куплено 10 билетов, понятное дело, что экономически нецелесообразно в данном случае проводить мероприятия. Поэтому скомпоновали так репертуар, чтобы он стал более разнообразным и ориентировались на самые такие популярные спектакли или концерты в меньшей степени. Это касается спектаклей, например, в драматическом театре. А вот библиотеки, наоборот, стали посещать больше и не только дети. Наверное, в связи с тем, что свободное время человек все равно должен как-то заполнять. И прийдя в библиотеку, взяв книгу, наверное, можно не только в интернете что-то почитать, но и подержать ее в руках. У новых умовах установам культуры пришлось и шукать и новые формы работы. Сярудного увядения, дистанционное проведение конкурсов и фестивалей. Хоть и от особистых встреч с насильством вы решили не отмавляться. Во-первых, в шаргу это тычется районных и сельских домов культуры. Уреште дистанционно повиншовать ветеранов и организовать вязковое свято нияк не отримается. Зритель у нас очень замечательный, потому что работники культуры у нас не просто отсиживают от звонка до звонка, а у них горит глаз. Понимаете, простой человек просто так в культуру работать не придет, тем более в Браинскую. И вот знаете, говоря об этих больших мероприятиях, я просто хочу заметить, что нас ждет и зритель на селе в отдаленных, малонаселенных и выселенных частичных деревнях. Вот небольшой пример. 13 октября на Дне матери мы были в Рудне Журавлева. И если вы видите, как у этих людей горят глаза, а не всей душой, и вот ради этого стоит работать. Хоть этот год для установки культуры Гомельшины отзначены не только новыми умовами работы. В области Метана Керавана реализуется программа по умыцованию региональных пляцовок. Об этом так само идёт разговор на Урашистом Сходе. Ибо дай самый приемный момент – узнагородживание, заузорное выполнение службовых обовязков, высокий профессионализм и особистый уклад у развития лены. Дальше, у 2015 года Організація Объединенных Наций назвала культуру у якости одного из факторов устойливого развития краин. Бо миновита культура визнашает самобитность нации и формирует ее самосвядомость. Уважаемые работники культуры, от всего нашего коллектива, от коллектива главного управления, от руководства Гомельского областного исполнительного комитета, примите искренние поздравления с этим замечательным днём. На самом деле вы делаете очень важную работу, вы стоите у истоков сохранения того фундамента, на котором сегодня развивается наше общество и наша страна. Я желаю вам искренне крепкого здоровья, благополучия, успехов в ваших творческих начинаниях. И самое главное, чтобы та команда творческих работников, работников нашей отрасли культуры всегда была сплоченным, дружным коллективом. У нас есть с вами возможность творить и самое главное – дарить свое искусство нашим любимым зрителям. Поэтому успехов вам, чтобы все у вас получилось. Нормативная правовая база, приватные спортивные школы, развитие агро-экотуризма. Сегодня в Гомеле прошла диалоговая пляцовка по теме удосконаления работы галины физической культуры и спорта. Пропоновые от специалистов учились самые разные. На что звертали особливую увагу, ведает Дмитрий Котов. За последние годы, дякаючи державному финансованию, спортивная галина заробила значный крок наперед. Будуются новые объекты, при этом уваге не обыходит ни один район. Створаются умовы как для тренировок профессийных спортсменов, так и для занятков физической культуры аматоров. И когда с инфраструктурой сегодня проблем практически не иснует, то по теме нормативно-правовой базы их шмат. Спикеры приводят приклады. Оплата тренерам-преподавателям категории, нагрузка заработная плата, спортивно-здоровительные летние лагеря. Кадровых вопросов очень много. Назначение на должность руководителей, тренерские категории в том числе. Поэтому вопросы будут озвучиваться такие мощные и серьезные, с которыми сегодня мы сталкиваемся с проблемами в работе в этой сфере. Размова и про отпочинок. Нередко тренеры работают практически без выходных. Необходно разглядеть так само и урегулирование относительно у державного и приватного спорта. В последний час все больше открывается приватных клубов и аматорских объединений. Никто не супрать конкуренции на дворот, а на только на корысть усим бокам. Есть определенные моменты. Это в виде нормативно-правовой базы, которая должна более-менее поставить в равные условия. То есть мы должны быть как органы исполнительной власти уверены в том, что люди, которые занимаются в частных школах, они занимаются под руководством квалифицированных специалистов, они проходят медицинское обеспечение. Соответственно, потом они могут принимать участие во всех спортивных мероприятиях, не боясь того, что будут получены какие-то травмы или что-то пойдет не так. Еще одна тема, до какой пильная увага – развитие агроэкотуризма. Это на керунок отпочинку за последние годы отримал великую популярность. Господа Агро-Сядзи пропонуют гостям самые разные виды послуг – полевания, рыбалки, экскурсии по объектах исторической спадшины. И тем не менее, есть над чем работать. Свои думки выказывает господиня Сядзибы Лилия Ярмолова. Агроэкотуризмом она начала заниматься одной из первых в области, деятельности життевляя на протягу 12 годов. Пропоновы – наступное. Выделение большей колькости земельных участков для развития агроэкотуризма и спрощение процедуры регистрации замежных туристов. Мы еще не так далеко находимся от города, но есть агроусадьба, которая находится намного дальше. И в течение трех часов подать информацию в соответствующие органы будет сложно. Потом, наверное, еще по работе в сфере агроэкотуризма подключить фермерам, дать им возможность участвовать в этой деятельности. Пытания подчас диалоговой пляцовки вздымались самые разные. Удельники деталево обмерковывают каждую пропонову. После экспертной оценки они могут знайсти адлюстрование о нормативно-правовых актах. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». В двух населенных пунктах Калинковицкого района, Домановичах и Каплишах, открылись станции обезжалезвания воды. У сего района теперь 14 таких объектов. Будут их на перспективу поширения населенных пунктов. Все для того, чтобы уровень вязкового життя приближался к городскому. Яуген Адаменко, представник округи в парламенте, каже, о проблеме ведал. Люди не одной, что приходили с ее на приемы. У сего в 2020 году на будовнестве пяти станций обезжалезвания было выделено 855 тысяч рублей. Финансование вялось из областного и республиканского бюджетов. В ближайший час плануется открытие еще двух аналогичных объектов – у Гарбовичах и Козловичах. В связи с строительством пяти станций обезжалезвания получилась экономия денежных средств – 213 тысяч. Принято решение по просьбе нашей района по согласованию с ГОЖКХ области, облсполкомам, принято решение строительства в этом году еще двух станций обезжалезвания. Проектная документация имеется, потому что это объекты 2021 года. Значит, мы их построим еще в этом году. Работа у настоящее продолжается, объекты проектируются и на 2021 год. Будем работать в этом направлении. Вода с водопровода зараз отповедает усим показчикам. Ранее у тромания железа Амаль у 10 разов перевышала норму. А в целом забеспеченность якостной пятной водой в районе досягая 95%. Довести гэты показчик до 100 – план ближайших некольких годов. Вода очень хорошая. Хорошая вода. Чистенькая, без запаха. Такая, как надо. А раньше что было? А раньше была ужасная. Вот вы знаете, с крана идет прямо вот оранжевая. Вода была очень грязная, морковного цвета. И всегда были большие осадки. Как на кастрюле, так и в стакане. Теперь уже, конечно, совершенно другого качества. Сейчас хорошо пьем свободно воду с крана. Не кипятим. И не ездим в колодец, как раньше. Ездили в колодец за водой. Завтра же хоры в области могут звернуться по телефоне до представников мясовой улады. У Гомельске Мабл-выконками на пытание громадян откажет наместник старшини Андрей Барановский. Телефон для совязи 33-12-37. В этот час прямо звонки будет наместник старшини Гомельска Агар-выконками Алена Алексина. Номер телефона 51-19-54. Промои линии, как и звычайно, працуют с 9 до 12 годин. Не застаться обояковым до чужой бяды. Никите Гончарову с Гомеля потребная допомога. Пятимесячный хлопчик не может самостоянно дышать и глытать, бадать, что не реагует на светло и гуки. Усё гэта выник раннего органичного поражения головного мозгу. Шанс вырытывать дитя дают немецкие специалисты. Для лягчения и реабилитации хлопчика открыты доброчинные рахунки. Марина Северьянова побыла у семьи Гончаровых. На порозе шмат поверховки на Рыческом проспекте нас устрекает мать маленького Никиты Маргарита. У колидора за ее спиной на всю квартиру шумит кислородный концентратор. От ягода дитячего ложку упакует, тягнется трубка. Без этого аппарата Никита не может жить навод некольких годин. Хорошается хлопчик про зонт, хытать самостоянно Никита так само не может. Народился хлопчик на передании Дня Перамоги, 8 мая. Ця жарность, рассказывая Маргарита, была легкой, без ускладнения. А потом нечто пошло не так. И дитя с родильной залы трапила одразу в реанимацию. Там, а потом у областной детяшей больницы, Никита провел полову своего життя. Два с половиной месяца. Я легла в больницу, когда ему уже было два месяца. Вместе с ним педиатрическое отделение уже перевели из областного роддома, из реанимации в реанимацию в детскую больницу на Жарковского. Там он побыл в реанимации. Когда уже там педиатрическое отделение перевели, я уже на совместное пребывание легла с ним вместе. Маргарита каже, что ночью поспать на водохадину. Без того, как не треба было устать до Никиты, не отримливается. Постоянно необходимо притшать трехиостому аспираторам, как хлопчик мог дышать. Маргарита имеет медицинскую адукацию. До декрету работала фельдшером у амбулатории. Там ухудка разобралась, якобы ходится с усіми апаратами, которые поддерживают жизнь ее маленького сына. Мы обращаемся к людям, которые неравнодушны к нашим деткам, которые болеют, которые смогут чем-то нам помочь. Обращаемся в СМИ, потому что сами мы не можем помочь ребенку такой большой суммой. Яши Никите, а у Гомеля не только ему. Потребная допомога абилитолога. Покурь такие специалисты працуют у некоторых инших областных городах и райцентрах Беларуси. Покурь же Маргарита сама, сбирая потребную информацию в интернете, знакомятся с семьями, у которых такие же проблемы. И Марець, как ее сын, живет далей без усіх этих проводов трубок аппарату. Как можно было выйти на улицу и отримать салоту от прогулок на свежем поветре, рука об руку с маленьким Никитой. Але почать лечение треба до года. Потом будет поздно. На данный момент Никите 5 месяцев. И чтобы были хорошие результаты, нужно на реабилитацию попасть до года. Потому что до года у детей еще формируется мозг. Есть еще возможность как-то ему помочь ребенку. То есть мозг пластичен. И тогда могут быть хорошие результаты. То есть ребенок сможет, как все там, ходить, например. То есть не просто лежать, как у нас прогноз будет ребенок лежать. И все. То есть можно и нужно до года. Кабмару на близи до реальности семьи Гончаровых треба собрать внушальную сумму. Коля 100 тысяч евро для лечения и реабилитации в Германии. Одна из неврологичных клиник, якая специализуется на таких патологиях, готова дать шанс Никите и его семье на будущее. Клиника именно специализируется на неврологических детях, тяжело больных. И отзывы о клинике очень хорошие, что положительные результаты у детей, которые там были. Та помощь Никите Гончарова может кожным. Реквизиты доброчных рахунков вы видите на своих экранах. Марина Северьянова, Яугин Макеенко, Телерадо, компания «Гомель». В этой неделе в Беларуси означает День автомобилиста и дорожника. На передний святой Держанная инспекция провела профилактическое мероприемство совместно с представниками регионального центра правовой информации. На плосе Ленина в Гомеле организаторы акции ладили викторину. И ее удельники должны были отказать на три вопроса по правилам дорожного руха. За правильные отказы урушали подарунки. Тым, кто помылялся, дарыли книгу для удосконаления ведау. Все наши водители знают правила дорожного движения. Несовместно, что даже есть автомобилисты и девушки. Я думаю, что они такие же равноправные участники правила дорожного движения на дороге. И они соблюдают все неукоснительно правила дорожного движения, как и мужчины, так и женщины. И все в этом плане очень бдительны за рулем. И даже при перевозке деток маленьких соблюдают правила дорожного движения, что необходимо перевозить деток в специальных устройствах, детских креслах и бустерах. У гомельским дежанным театра «Лялик» за утро покажут премьерную постановку «Жили-были» по мотивах верши у Самуила Маршака, а так само народных потешек. Жили-были, о, царь, царица. Самых юных глядачов запрашаются на спектакль-импровизацию, якими они будут непосредственно взаимодействовать с артистами. Усим знакомые казки повстанутся новой интерпретации, а истории дополняют интересными подробностями. Такой небольшой эксперимент «Жили-были» на простых народных сказках, где такой интерактив, когда предлагается вариант сказки, потом тоже актеры его переделывают под какой-то свой вариант, с чем соглашается зритель. Вроде бы знакомая история, она рассказана по-новому. Берем колобок. Вот он положительный, хороший вроде, а тут бах, история. На самом деле обманщик, бабушка, дедушка обманул, там зайца бедного обманул. Лиса не хотела его есть. Всякие вариации могут быть. Выступление пройдет завтра у 11 годин. А кроме того, коллектив театра на минулых выходных представил лядашам еще одну премьеру – спектакль «Каштанка» по ведомым творам Антона Чехова. Постановка уже отримала шмот становших водгуков. На этом сюрпризы не заканчиваются. В листопаде трупа запрошает детей и их батьков принять удел в эксперименте. В першине у нашей области организуют развивающий бэби-театр. Принять удел в интерактиве с плюшки, с плюшки та потушки могут малые в авторосте до 5 годов. Это и другие новинные информации о проектах телерады компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Анна Корольчук. Здравствуйте. За минувшие сутки на территории Гомельской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали один взрослый и два ребенка. В Реческом районе 33-летний водитель выехал со двора частного дома, а затем покинул авто. Мужчина не принял меры, чтобы исключить самопроизвольное движение транспорта. Машина «Опель Корса», которая стояла на склоне, покатилась и наехала на 4-летнего ребенка. Он госпитализирован. Второе ДТП зафиксировано в Гомеле. 19-летний водитель двигался на автомобиле службы каршеринга «Фольксваген Поло» по улице Объездной. При осуществлении поворота налево молодой человек не справился с управлением. Выехал на тротуар и наехал на двух подростков. После чего продолжил движение и врезался в декоративное ограждение и осветительную опору. Оба пострадавших были госпитализированы в больницу. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Если вы стали очевидцем, либо достоверно у вас информация есть о том, что управляет автомобилем нетрезвый водитель, пожалуйста, сообщите по номеру телефона 102 в ближайшее подразделение милиции либо в дежурную часть госавтоинспекции 504444. Своим звонком вы спасете не одну жизнь. Сегодня сотрудники ГАИ установили датчики скорости на трех дорогах. На автодороге М10 граница России Гомель-Кобрин, а также на подъезде к Гомелю со стороны трасс М8 и М10. Под контролем соблюдение скоростного режима водителями легковых и грузовых авто. Цель мероприятий – пресечь нарушение правил дорожного движения. Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной гибели на пожаре в Добружском районе. В агрогородке Носовичи горел кирпичный жилой дом. Тело хозяина спасатели обнаружили в горящей комнате. Огонь повредил пол и стены. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Добружский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Два жителя Лельчиц прятали марихуану под землей. Молодые люди 19 и 22 лет нарвали дикорастущие конопли, высушили и измельчили. Немного оставили для личного потребления, остальное разложили по стеклянным банкам. Емкости плотно закрыли и закопали в лесу. Общий вес изъятого – почти 150 граммов. Возбуждено уголовное дело. Гомельская пограничная группа информирует. На стрельбище Борщевка войсковой части 1242 будут проводиться учения. Стрельбы запланированы на период с 26 по 30 октября. Время с 10 до 20 часов. Объект расположен вблизи населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Анна Кральчук, благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Влада Васильева. Здравствуйте. Гомель одержал победу над «Локомотивом», а «Металлург» над «Могилевым» в очередных поединках чемпионата Беларуси по хоккею среди команд экстралиги. Гомель встречался с «Локомотивом» в гостях. Открыли счет «Рыси», но хозяева сравняли игру. Подопечные Стаси вышли вперед, однако аршанцы снова реабилитировались. Победную шайбу забил на 45-й минуте Скоринов. Итоговый счет 2-3 в пользу Гомеля. «Металлург» на выезде сыграл с «Могилевым». После финального свистка на табло горели цифры 1-6 в пользу жлобинских хоккеистов. По одной шабе забросили и залома Ефименко. Дубли на счету Тополя и Мехнова. Единственный гол «Могилева» на счету Субботина. Завтра в областном центре пройдет благотворительный поединок в Суперлиге среди женских гонбольных команд. Гомель встретится с Берестием. Начало матча в 15.30. А вот матч в мужской дружине Гомеля с гонбольным клубом «Мешков Брест», который также должен был пройти в субботу, отменен. Его перенесли на неопределенный срок. В субботу продолжится борьба в чемпионате Беларуси по волейболу в двух дивизионных женского и мужского первенства. В мужском чемпионате дивизиона «А» «Гомельская энергия» сыграет перенесенный домашний матч с Обуховским легионом. Поединок пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 19.00. В женском чемпионате дивизиона «А» «Мозорская жемчужина Полесья» примет на своей площадке «Гродненский коммунальник». Стартовый свисток в «Полесье-арене» прозвучит 24 октября в 16.30. Во втором дивизионе «Гомельский бумпром» встретится дома с «Могилевским коммунальником», а «Газовик» отправится в гости к «Рошанскому взлету». Матчи начнутся в 16.30 и в 15.30 соответственно. В предстоящие выходные состоятся матчи по баскетболу в женском и мужском чемпионатах. 25 октября женская команда «Гомельские рыси» отправится к брестской дружине «Цор Виктория». Мужская команда «Рыси» сыграет на своей площадке. Гомельские баскетболисты примут молодежку столичных смоков. Поединок пройдет на паркете Дворца игровых видов спорта. Начало матча в 13.00. Матчи чемпионата Беларуси по мини-футболу запланированы на субботу и воскресенье. Откроет восьмой тур поединок между «Динамо БНТУ» и Светлогорским ЦКК. ВРЗ на своей площадке примет УВД «Динамо». Напомню, встреча БЧ «Экрана Динамо» перенесена из-за вспышки коронавируса в стане железнодорожников. Воскресенье «Мудреская славя» сыграет на выезде против Бродинского «Немана» в рамках чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. Начало матча в 13.00. В национальном турнире первой лиги «Гомель» на выезде сыграется с «Моргонью». «Локомотив» отправится в гости к «Слониму-2017», а Светлогорский химик – к «Кашмяном». Встреча Реческого спутника и Пинской волны перенесена. У игроков зелено-белый выявлен COVID-19. Девочки завершили борьбу за путевку на финал республиканских соревнований среди детей и подростков «Кожаный мяч». За награды боролись 8 команд из 8 районов области. По итогам выступления женских дружин третье место заняли представительницы «Хоник», второе – у сборной Добрышского района. На финал турнира в Минск отправятся футболистки из Центрального района Гомеля. «На следующей неделе у нас будут играть средняя и старшая возрастная группа. 27-28 числа играют мальчики средней возрастной группы, 29-30 старшие». А на этом пока все. С новостями спорта вознакомила Влада Васильева. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кул 7 1953 Продолжение следует...